Новости недели Новости недели Новости недели Новости недели И с этого момента игра официально перешла из стадии альфа-тестирования в стадию беты. А через несколько дней нас ждет официальный релиз. В это же время разработчики надеются запустить Steam-версию игры. Все обладатели официальных копий получат возможность их активации в сервисе и смогут использовать весь функционал. 20 декабря этого года SVTOR исполняется один год. Разработчики заранее поблагодарили пользователей за их непрекращающуюся поддержку в течение первого незабываемого года. Конечно, в честь дня рождения будут одаривать игроков. Все, у кого 10 декабря будет работать учетка SVTOR, получат 25 фракционных фейерверков. Кроме того, BioWare приготовила порцию приятных бонусов для своих подписчиков за то, что те активно принимают участие в общении с разработчиками игры. В следующем патче, правда, дата его выхода пока неизвестна, привилегированных пользователей ждет повышение количества доступных слотов для персонажей с 2 до 6, а платным подписчикам лимит создания персонажей увеличат аж до 50. Видимо, чтобы создать настоящую армию клонов, а, простите, игроков. Разработчики E-Online ввели в игру патч 1.0.2 к дополнению Retribution и решили оттопыриться. В честь Нового года они устроят игрокам небольшую встряску. Во время праздников разработчики отправятся на своем собственном космическом флоте в систему Polaris, а потом переместятся в неизвестную пока точку где-то в Новом Идене. Там они собираются устроить засаду и немедля уничтожать всех, кто зазевается. В ивенте примут участие многие известные личности из CCP, а CCP в ФОЗе поведет флот. Уже 12 декабря начнется открытое бета-тестирование многопользовательского мех-симулятора Hawken. Это тестирование должно проверить стабильность серверов под большой нагрузкой, аккурат перед официальным запуском, который должен состояться в начале 2013 года. Военные действия в этой игре происходят на далекой планете, колонизированной людьми. Промышленность и само человечество в упадке, и чтобы здесь выжить, оставшиеся колонисты ведут суровую борьбу за ресурсы. А Guild Wars 2 стала игрой года по версии самого популярного американского журнала Time. И ArenaNet решила воспользоваться таким событием до старта новой ограниченной по времени рекламной акции, во время которой все покупатели обычной версии Guild Wars 2 бесплатно получат все бонусы Digital Deluxe Edition. Call of Duty Black Ops 2 заработал 1 миллиард долларов всего за 15 дней. Это на один день быстрее предыдущего рекорда, который был в руках другой игры от Activision – Call of Duty Modern Warfare 3. Аналитики, прочившие падение интереса к серии, оказались неправы. По словам директора Activision Бобби Котика, серия Call of Duty за все время своего существования принесла больше денег, чем 10 самых успешных фильмов 2012 года вместе взятых. Creative Assembly получили права на разработку игр Warhammer Fantasy по лицензии Games Workshop. Раньше права на создание игр Warhammer Fantasy принадлежали Electronic Arts. А Creative Assembly уже основали новую команду из лучших разработчиков для работы над своей первой игрой по вселенной Warhammer. Релиз проекта обозначен расплывчато после 2013 года. Все участники проекта пророчат что-то очень масштабное и эпичное. Также сообщается, что зайти HQ и Relic остается право на Warhammer 40K. На нашем YouTube-канале появилась новая видеозапись одного из стримов по World of Tanks. Во время этого мероприятия бессменный стример Гарра вместе с разработчиком Вейдером не с этим. Изучали новые американские танки и отвечали на вопросы зрителей. Одной из главных новостей минувшей недели моба направления можно считать запуск третьего межсезонья League of Legends. Компания Riot Games запустила промо с сайт третьего межсезонья, на котором опубликовала всю информацию по всем изменениям в балансе и геймплее, которые были приняты на публичном сервере. Изменения очень глобальные и лоллеры до сих пор спорят, к лучшему это или все-таки зря. И еще одна забавная новость от Riot Games. В интервью прессе ведущий продюсер League of Legends Трэвис Джордж рассказал, что функциональный трибунал – это не последняя мера компании, чтобы обуздать игроков с плохими манерами. В состав специальной команды компании вошли два кандидата наук – поведенческий психолог и когнитивный нейрофизиолог. А знаете зачем? Они должны выработать такие формы призывов вести себя хорошо, которые дойдут до разума отдельных психотипов в разных ситуациях. Также эта спецкоманда вырабатывает меры по прививанию хороших манер и продолжает изучать агрессивных игроков. Страх рождает гнев, гнев рождает ненависть, ненависть – залог страдания. Понятно, конечно, что самых упоротых не перевоспитать, но у команды такой задачи нет. Им нужно попробовать лишь отбить у некоторых привычку заходить в игру, чисто чтобы поругаться и злобно потроллить других. А еще интересно, что это интервью совпало с одним знаковым событием. Riot Games вынесла вердикт в ситуации с прогеймером I Will Dominate из американской компании Team Dignitas. Нездержанному игроку запрещено участвовать в следующем чемпионате League of Legends Championship Series, а все его аккаунты бессрочно заблокировали. Это решение далось разработчикам нелегко, но профессиональные игроки должны следить за собой и подавать только хороший пример. Ранее в отношении этого игрока возбуждали уже 9 дел, 8 из которых заканчивались предупреждением. Множественные жалобы указывают на то, что он принимался унижать любого игрока, совершившего ошибку в командной игре вместе с ним. Самый громкий сингл-анонс прошедшей недели – Dark Souls 2. Франшиза поменяла режиссера, но новый руководитель планирует сохранить дух игры, бросающий вызов игроку. Разработчики планируют расширить границы мира, продумывают новые суровые схватки и сюжетные повороты, которые должны стать интересными и для новых игроков, и для фанатов серии. А еще обещают серьезно переработать мультиплеер, который должен быть основан на системе серверов и усилить акцент на игру с другими людьми. Пару недель назад Bethesda анонсировала DLC для экшена Dishonored, и теперь, кроме геймплейного трейлера, который вы сейчас смотрите, появились некоторые подробности. Релиз дополнения состоится 11 декабря 2012 года, а стоить Dawnwall City Trails будет 4,99 долларов или 400 Microsoft Points. Ну а в остальном, как и было заявлено, игрокам предстоит испытывать свои навыки на новых картах. А для записи результатов этих испытаний будет введена турнирная таблица, которая даст возможность сравнить свои результаты с достижениями других игроков и выявить лучшего. Приятная новость для любителей мобильных игр. На прошлой неделе состоялся релиз мобильной версии легендарного экшена GTA Vice City. Это издание для iOS и Android по цене 4,99 долларов вышло в честь десятилетия игры. В игре появились новые модели персонажей, доработанные спецэффекты, более точная механика прицеливания и стрельбы. Управление было полностью оптимизировано под сенсорные экраны, не обошлось и без интересных, можно сказать, заточенных под мобильные устройства нововведений. Например, можно создать собственное радио из плейлиста iTunes в версии для iOS-устройств. В стиме заработал Big Picture Mod. Этот мод должен облегчить навигацию по сервису, если вы работаете на большом экране монитора или телевизора с помощью геймпада или стандартной связки клавиатурам мышь. В честь выпуска финальной версии Valve даже устроила скидку до 70% на более чем 30 тайтлов, поддерживающих управление игровым контроллером. Разумеется, появления режима Big Picture случайностью не было. Гейб Ньюэлл, руководитель Valve, который посетил Video Game Award 2012 и забрал там премию «Игра десятилетия» для Half-Life 2, заявил, что Steam Box PC для гостиной с ПО от Valve на базе Linux можно будет купить уже в следующем году. Это специальный PC для гостиной комнаты, который сможет конкурировать с новым поколением приставок от Sony и Microsoft со следующего года. Это будет контролируемая среда для потребителей, ищущих простые и удобные решения. Специально для этого будет разработана новая версия Steam. Из интересных видео у нас на этой неделе не совсем игровой ролик, но, безусловно, вы его оцените, если вдруг еще не видели. Это первый тизер фильма «Стартрек. Возмездие». Оригинальное название «Стартрек. Into Darkness» от легендарного режиссера Джей-Джея Абрамса. Это сиквел оригинального фильма, основанного на культовом сериале «Звездный путь». В кинотеатрах он появится 16 мая 2013 года. Еще из интересных форумных событий прошедшей недели. Например, тема недели от портала GoH.ru и главный ее вопрос «Чем вас привлекают ММО?» И еще на нашем форуме можно посмотреть отчет о посещении презентации новейших девайсов от Logitech, на которые мы ходили вместе с Камрадом Сиротиным. А еще мы рады сообщить о контентном обновлении нашего сайта, посвященного PlanetSite2, на страницах которого вы сможете найти разную полезную информацию, гайды, описание ключевых элементов игры. Помимо этого, на сайте у нас есть материалы, касающиеся игрового мира и сюжета, а также медиаподборка. Сайт расположен по адресу planetsite.ru Среди интересных обзоров прошедшей недели стоит отметить обзор Deadlight, интересного проекта про зомби-апокалипсис с очень интересной графикой. На этом у меня все, не забывайте подписываться на наш канал, там, как всегда, много интересного и то ли еще будет. Играйте с удовольствием, увидимся на следующей неделе, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok